Средняя заработная плата в Тверской области за первые 4 месяца 2020 года составила 34 118 рублей. Такие данные приводит Тверстат. Как отмечают ведомства, по сравнению с прошлым годом, эта цифра выросла почти на 8%. Сотрудники предприятий каких сфер получали больше всего денег, а также на сколько упал уровень зарплат в период пандемии. Об этом в нашем следующем репортаже. Реальные среднемесячные зарплаты жителей региона уточняют в Тверстате выросли всего лишь на 6%. Остальные почти 2% съела инфляция. Наибольшие темпы роста заработной платы продемонстрировали предприятия по транспортировке и хранению грузов, информации и связи, госуправлении и соцобеспечения. По абсолютному значению уровня заработной платы первое место занимает предприятие как раз по производству прочих транспортных средств и оборудования, где уровень заработной платы составил 58 391 рубль или на 71% выше среднеобластного показателя. Второе место занимает предприятие с финансовой и страховой деятельностью. Там уровень оплаты труда составил 52 598 рублей в среднем за 4 месяца. Замыкают тройку лидеров предприятия по обеспечению энергоресурсами, где среднемесячная зарплата в начале этого года составила более 49 тысяч рублей. А вот меньше всего в Тверской области получают сотрудники сферы ремонта и техники, химчистки, представители похоронных услуг. Средний размер оплаты труда в таких компаниях 21 989 рублей. Пожалуй, тяжелее всего жителям Тверской области пришлось в апреле в разгар ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Это подтверждает и статистика. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом в среднем апрельские зарплаты снизились всего на 0,4%, на ряде предприятий падение уровня оплаты труда было куда серьезнее. В первую очередь это касается тех отраслей, которые прекратили работу. Наибольшее снижение отмечено на предприятиях по производству неметаллических минеральных продуктов. Производство стеклопакетов, изделий из камня, хрусталя, стекла на 25,9%. Это предприятия культуры, спорта, досуга, развлечений – 16,3%. Предприятия гостиничного хозяйства, общепита – снижение 7,7%. Вместе с тем экономисты отмечают, что снижение уровня зарплат в период пандемии объяснить достаточно просто. Наибольший удельный вес среди издержек любой компании составляет как раз заработная плата сотрудников. А потому работодатель в первую очередь стремится сократить зарплатный фонд. Конечно, там, где простаивали организации и где деятельность не велась, там, безусловно, говорить о каком-то росте заработной платы не приходится. Надо понимать, что в этот период у компании были издержки, постоянные издержки. И, конечно, наверстать упущенное, чтобы получать тот уровень прибыли, который они получали до коронавируса, требуется время. Вместе с тем, как считает экономист Оксана Толкаченко, тенденция, при которой уровень зарплат будет куда ниже прежних показателей, сохранится на долгое время. По мнению эксперта, света в конце тоннеля стоит ожидать не раньше начала следующего года.